Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. У меня сегодня завтрак, и это на самом деле мой завтрак. Пожарила 2 сосиски, 4 яйца, здесь у меня лучок, сыр Хохланд, много штук взяла, лаваш и кофе. Причем кофе не 3 в 1, а заварной кофе горький. Давайте приступим. Так, что я хотела вам сказать? Вот я выкладываю потихоньку влоги, правильно? Я читаю ваши комментарии, и реально я в шоке. В шоке от того, насколько добрых, хороших комментариев много. Изначально, когда я начала снимать в деревне, да и вообще рассказала вам про это, то, что я хочу снять там рум-тур, Мама сразу мне сказала, ты что, у нас там такой старый дом, все начнут писать, вы что живете как бомжи? Почему нельзя сделать ремонт? Я реально подсознательно ждала подобные комментарии, что все начнут писать. Но хотя бы не то, что все, некоторые начнут писать, что, господи, почему вы не можете сделать там ремонт, что-то купить новое. А оказалось, наоборот, людям настолько понравилась вот эта атмосфера. В какие-то моменты я специально не стала вставлять музыку. Потому что там поют птички. Какая атмосфера. Я-то там, к сожалению, ничего не выложила, когда находилась там. Я как бы вашу реакцию не знала, не знала, что ожидать. Оказывается, и мукбанк на природе всем очень понравился. И влоги так хорошо просматриваются. Там такое офигенное удержание аудитории, что прям нечто. На одном видео даже 13 минут. Видео само длится там 20. Очень приятно. Я даже жалею, что сняла так мало. У нас остался всего один деревенский влог. И все. Хаус тур я снимать не стала. По той же самой причине. Мама мне сказала, что показывать. У людей такие виллы. Люди отдыхают там, не знаю, на курортах Мальдивы. А у нас тут просто деревня. Старый дом. Что тут показывать? Кому это интересно? Оказывается, людям как раз таки интересно. Простота. Такая вот необычная деревенская жизнь. Вот эту картинку с Роуз-Ройсами. Не знаю, там дорогими отелями. Мы уже сто раз, видимо, видели в Инстаграме. Нам как бы надоело. Хотелось бы вам сказать огромное спасибо за такую поддержку. Вы меня мотивируете и дальше поехать в деревню и снимать там материал для вас. Мама с бабушкой решили там остаться. Особенно бабушка. Бабушка кайфует просто от деревенской обстановки. Во-первых, потому что это ее труд. Это ее дом, который она сама купила за собственные деньги. Этот дом купили бабушка с дедушкой, когда переезжали. Они продали дом в Кусарах и купили в Хачмазе. Дело в том, что мой дед, царство ему небесное, заболел раком. У него вот здесь вот был рак в горле. Сначала ему было просто тяжело глотать. Потом это все разрослось. Обратились к врачам. Врачи сказали, что если сделать операцию, это еще те времена. Мы сразу пациента потеряем. Так как дедушка сам тоже был врачом. Он понимал всю серьезность ситуации. И просто врачи посоветовали уехать в более теплую обстановку. Сказали бабушке, что будет хорошо, если деда перевезут, например, в эти районы. Бабушка решила, что самое главное, что поправился дед. Продала там дом. Купила намного хуже дом, чем у нее был. Начала жить вдали от родственников. От всех. И что вы думаете, не климат, ничего не помогло. Дедушка скончался. Бабушка всегда говорит, что когда я переезжала в этот дом, я надеялась, что этот климат спасет моего мужа. Но, к сожалению, так не произошло. Но бабушка очень сильный человек. Начала жить дальше. Я думаю, что она правильно сделала, что она переехала. Я один раз поехала в деревню, где родилась моя бабушка. Там настолько сложная жизнь. Это просто ужас. Представьте, воду несут вот так вот на плече. Родниковую воду. Вообще сложно. Там, знаете, дома расположены очень далеко друг от друга. Если у тебя, не дай бог, что-то произошло. К тебе заглянули грабители или еще что-то. Хрен ты до кого? Достучишься и докричишься. Поэтому, мне кажется, в этом плане опасно. И вообще, горная местность. Я однажды хотела сделать фотографию, когда там была. Решила подняться на гору. Подняться-то я смогла. А вот спуститься потом, это было настолько сложно. Я думала, все, я там грохнусь и все, меня не будет больше. В то время я еще не была блогером. Что-то на шашлыки решили поехать. В общем, вот такая история нашего дома. Когда бабушка купила этот дом, это был самый крутой дом на деревне. Но это было 30 лет назад. Тогда еще меня не было. Мама еще не была замужем за папой. Потом они познакомились. Когда уже папа обосновался здесь, сходил в армию, пришел. Устроился на работу. Потом через несколько лет решил жениться. Появился братик, а потом появилась я. Вот поэтому я не сняла хаус-тур. Мне просто, если честно, было неудобно. И мне казалось, что все начнут писать, фу, какое старье, какой интерьер. Неужели вы не можете сюда что-то купить? Я ожидала хейт. Но откуда мне знать, что хейта не будет? Наоборот, куча восхищения, что так атмосферно, так классно. Ждем еще. Так что вот так вот отдохнула в деревне. Некоторые там писали мне в комментариях в инстаграме, что почему нельзя взять безлимитный мобильный интернет и поделиться этим интернетом с ноутбуком или загружать видео. Во-первых, у нас расценки на интернет не такие, как у вас. В моем мобильном операторе вообще нет безлимитного интернета. В мамином есть безлимитный интернет, но он стоит, получается, сколько получается, 600 рублей стоит. И то он безлимитный только ночью. И ночью такая голимая просто скорость. Просто я привыкла, что у меня дома очень высокоскоростной интернет. И у меня просто не хватает терпения загружать так долго. Как говорится, к хорошему быстро привыкаешь. Мой друг детства спросил у меня, говорит, а сколько ты платишь за интернет? Я ему говорю, вот столько. Он такой офигел. Он говорит, ты шутишь? Я плачу в 4 раза, даже в 5 раз меньше. Я говорю, ну понятно, почему такая скорость. И как мы жили без интернета, непонятно. И как мы жили без интернета. У деревенских тоже у всех интернет есть. Все провели его. Раньше я помню, что только у одного соседа было интернет. И все абсолютно через приложение взламывали его пароль и сидели у него под забором. Он менял пароль. Сейчас, естественно, никому чужой Wi-Fi не нужен. Все сидят через свой. У всех все есть. Просто не знаю, смогло ли видео передать всю атмосферу. Ты элементарно просто сидишь, сидишь на лавочке и просто слышишь, как чирикают птички. Как кукушка там кукукает. Как трактор едет. У нас просто есть сосед. Они постоянно друг друга орут. То есть позвонить там, что-то сказать, такого нет. Просто на всю деревню кричат. И ты утром встаешь и слышишь, как они там ругаются. Или такой кайф. У меня было 4 яйца, 2 сосиски и сырочек. Все, знаете, очень сочетается, очень вкусно. Я думаю, что на вечер приготовить себе вкусненько. Может, Шелли посвать. Но Шелли на работе. Скучно мне одной, не знаю, кого посвать из подружек. Люблю сидеть в компании кого-то. Когда я провожала Жале, мы стоим, ждем лифт. И тут лифт открывается, и внутри девушка. Стоит и смотрит в пол. И Жале вдруг, как ненормальная, бросается обниматься к этой девушке. Девушка в шоке. Я в шоке смотрю на Жале. Жале угорает. И оказывается, это девушка, мама Айсель. Она просто была в маске. И она в шоке. Она не сразу поняла, что это Жале. Мы как раз-таки через Айсель познакомились, так скажем, с Жале. И такая ситуация, прям, знаете, меня так на ржаку поперло. Я думала, у Жале крыша поехала. Она пошла обниматься к какой-то соседке. И самый прикол, ладно, я растерялась. Ну и мама Жале... Ой, мама Жале... Мама Айсель тоже растерялась. Она не поняла, кто это ко мне лезет обниматься. Такой, знаете, момент, который надо бы заснять. Я скоро, ребят, куплю себе каску. И здесь с камерой. И всегда буду ходить с камерой. Чтобы все моменты жизни хорошенько заснять. Мало ли что, что-то пропущу. Потом всю дорогу мы угорали. С этими масками уже никто никого не узнает. А Айсель же теперь моя соседка. Ну не совсем она, ее бабушка моя соседка. Несколько этажей выше живет. Ее бабушка. Поэтому она частенько здесь бывает. Даже один подъезд у нас. Поэтому я встречаю моего пупсика. И мама у нее такая крутая. Такая несуаромодная. Во всем разбирается. Очень странно. У меня здесь Твикс лежит, спит. Обычно, что бы я не ела, насколько бы он сытый не был, все равно приходит, такими глазами смотрит. Две упаковки жидкого корма съелся сегодняшний день. С утра. Не напасешься этим жидким кормом. А он еще так дорого стоит, ужас. Это представьте, если 4 штуки в день съедать, это в месяц. Почти как бабушки на пенсии. Лучок не буду доедать. Что-то мне не очень понравился. Какой-то не первый свежести. Такой, знаете, жестковатый. Поэтому пусть останется. На этом все. Всех люблю. Пока.